Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, Под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, Но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, И радость закреляет нас, зима закончится сейчас. Там лением душа полна, настало время обновлений, Любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать, Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, Мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима. 17 февраля. Никола Студеный. День назван в честь преподобного отца Николая Исповедника, Игумена Студийского. Он стойко претерпел тяжелейшие истязания за веру Христову, И Бог даровал ему дар исцелять недуги людей. Он исцелил супругу царя Евдокию от тяжелой болезни. Явившись в сонном видении, он сказал, Уповай на Бога, ибо ты не умрешь, но получишь исцеление и будешь здрава. Позвали старцев, царица узнала виденого во сне Николая, Поклонилась ему и тотчас стала здоровой. Николай Студеный считался на Руси самым холодным днем в феврале. Даже существует соответствующая пословица. Пережили Афанасия Ломоноса, это 31 января. Власия, 16 февраля. И тебя переживем, Никола, а там дело пойдет к теплу. Были и другие названия этого дня. Волчий сват, маковый закат. Наступало время звериных свадеб. Охотники примечали. Лисы ударяются в пляс. Друг перед другом сжиманятся. А выйдет луна, зайцы начинают носиться. Игумену Николаю молятся сегодня для исцеления от болезни. Знахари сегодня заговаривали ветер. Делали привороты и отвороты. Также сегодня подается лечение болезни желудка и поджелудочной железы. Пословица этого дня. Николай Студеный на мороз тарават. Тарават означает щедрый, склонный к расточительству. На Студеного Николу снега навалит аж с гору. Студеный день – шубу в новый день. Приметы. Если лес почернел – это коттепели. Сегодня не охотятся. Если ветки еле изгибаются вниз – к снегопаду. Вверх – к ясному дню. Не следует ездить далеко. Опасно. Сегодня не мылись, не стригли волосы и ногти. Если сегодня приснится птица – будут новости. Если свинья – какое-то неприятное жизненное испытание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Так как было замечено, что вот этот коктейль все-таки является слизообразующим продуктом, поэтому мы с супругой ее применяем через день, кому-то может быть и каждый день, а кому-то и через два дня, смотрите сколько здесь ватамынов. Творожок. Так, медок. Опасность заключается в том, чтобы не забыть там ложечку, вот эта ложечка там уже побывала. Медок натуральный. И хватит, и хватит. Вкусный медок. Вынем ее заранее ложечку. Уберем шинку. Уберем шинку. Уберем шинку. Уберем шинку. Уберем шинку. Уберем шинку. МОТОР АТВЕНТА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Что? АЛЛАГИН Когда ложки серебряные вот так вот стоят, это называется пить серебра. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну что? Завтрак Завтрак МНЕНИЯ ХОРОШЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ЖЁНО, ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И вот добавляет, зимой, возможно, этот напиток будет действовать похуже, ввиду с лизообразованием, летом получше. То есть каждый индивидуально должен для себя подобрать частоту его использования. Мы вот установили, что примерно через день этот завтрак действует так, как надо. А потом делается перерыв. Перерыв может быть месяц, а то и два. А потом опять сделали вот такую вот чашечку проросшего жирна. И едим, едим где-то недельку примерно. Ага, съели. Все. До нового раза. А не то, что постоянно. И сегодня, и завтра, и месяц, и два. Тогда, естественно, скажется вредное свойство с лизообразующих продуктов, которым является в данном напитке. Это ряженка, молочная. Ряженка, творожок. Мы могли с яблочками с тобой съесть, но в следующий раз с яблочками. Ряженка, творожок. Сушим гранатовые корочки. Будем употреблять. Вот такой завтрак состоялся. Легко, просто. Да. И все. Легко. 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 Продолжение следует...